всех приветствую на своем канале такие снова я тестируюсь в третий раз уже вместе со мной второй раз в третий раз тестирую эту свою камеру это будут пустые баночки управляю я камерой с помощью телефона до чего техника ушла люди вообще короче говоря пустые баночки сентября моя не то чтобы закончилась но уже совсем чуть-чуть осталось и решила ее обозрить потому что то я пользую этот флаг то я не пользую этот флаг он у меня уже второй раз уже этот флакончик я его повторяю это слово подцепила от бьюти блогера блин я просто это об этом даже не знала что можно повторить что не покупаешь то что нравится потому что она нравится а повторяешь ваш яркий маникюр доктор нейл жидкость для снятия лака кальция и масло зародыши пшеницы 200 миллилитров клёвая хорошая штука 50 рублей она стоила как-то я покупал том еще раз покупала на 5 стоило где-то 50 что и рублей что-то в этом люди может чуть плюс минус как-то так в черном коте в центре я покупала это у нас в угличе у нас два черных кота я как-то помню когда я училась еще в педе в ярике был черный кот по дороге от ярославля главного до ярика до ярика до педа по ярику и там был черный кот и я так думаю что это все таки сеть такая магазина в черный кот сделано это в августе прошлого года огни опасно беречь от детей состав тут ну короче принципе неплохой нормальный состав ацетон вода глицерин масло вот это самое и еще кальций до какого она жила 36 месяцев короче она бы еще пожила но в общем она мне немножко еще поживет хорошо вообще клуб классно смывать лак правда эти дурацкие лаки с блестками которые я терпеть ненавижу благо у меня их практически уже нет а он с ним смывает хреново потому что эти долбаные блестки прилипают ко всему не только к натям но еще и к рукам к чему бы только им не прилипнуть и она действительно какой-то вот такой маслянистая такая жидкость очень хорошая вещь советую тем кто пользуется лаком для ногтей у меня закончились вообще одна палка осталось я ими спасаюсь не поверите вот когда хочется спать а ты при этом выспался вот мне тут товарищ как-то говорил когда я жаловалась на то что у меня бессонница это еще ладно но говорит когда восемь часов поспала на работе вырубает а то уж и другое короче она меня очень выручала вот сегодня тоже выручила вот у меня одна палка там осталось не буду вставать обычно такие романтические палочки романтические палочки благовония что это у меня такое случилось щелкнула где-то надеюсь ничего там другое не закрылась раз я вижу телефон как как я вижу как меня видит эта камера короче в общем ароматические палочки благовония бамбуковый стержень древесный наполнитель натуральная масляная ароматическая эссенция кажется мне ее задарила в какой-то посылке первая посылки их было 2 вторая была со шмотками моя подписчица диляра не знаю смотрите она меня сейчас но в общем вот у меня есть такие палки у меня еще много всяких ее палок и одни какие-то палки закончились я их не обозревала тут что-то решила обозреть тут у нас даже нарисованы весы скорпион и стрелец сатя супер хит изначально их стали сделать 1964 года короче люблю я рома палки обычные рома палки не знаю чем чем пахнут они как объяснить чем они пахнут по когда я как-то уехала деревню а моя родня приходила они не в деревне уехала а может в деревню ну в общем куда-то меня унес черт то ли в деревню то ли в раменское и моя тетя поливала цветы проверяла кота наверно все-таки в раменское нам не сообщат у тебя дома пахнет значит или я в деревне было не суть важно тягает на кухне пахнет тухлым мясом я так офигела думаю кот роде ел это мясо может он что-то не доело и ностухло а потом оказалось что это пахло вот этими палочками видимо для нее они пахли как-то специфически как-то у меня похожие палочки были тоже диляры тоже вот ну по-моему по мне так они все одинаково пахнут хотя у меня есть какие-то с розой может они должны были пахнуть розой может я просто давно не юзла и не помню чем они пахнут короче в общем как-то так хорошо пахнет что я просыпаюсь у меня у меня работоспособность повышается пришла ко мне как-то родня и сказала что мне воняет воском а еще пришла как-то моя подружка что ходит ко мне на пианино играть и сказала что у меня пахнет шерстью еще чем-то но чем только оно для кого-то не пахнет. Так, оно же все еще пишется, да? Пишется, пишется. Как интересно вообще. У меня почти закончился крем для ног. Я его тоже повторяла. Слушайте, нафига бюджетный крем. Я его сначала покупала рублей за 19 или за 20 в черном коте. Потом я его купила в Магнит Косметик, который у нас в Углич открылся на часовом, не знаю, год или полгода как. И я увидела... Чего-то я зашла туда посмотреть, что там есть. А там вообще, ну, не за чего глазу зацепиться. А мне тупо надо было крем для ног, но я не думала, что его там куплю. И тут увидела крем, который я уже покупала, и он вполне мне нравился. Бюджетный, совершеннейший крем. Я тут тогда его купила, у меня тупо закончился крем для ног, а денег ни хрена не было. Я купила тогда дешевый крем. А он оказался очень даже классным. Гармония вашего тела. Гармония для тела. Крем для ног, питательный. И рис и масло ши. Гармония тела и природы. 75 миллилитров. Я его брала в деревню, если кто не в курсе, ну, если кто смотрел обзор, что я там собираю в деревню в начале лета или мая, то вот увидели там этот крем. Вот, в общем, деревня, он у меня как бы пользовался, пользовался. 24 месяца у него срок годности. Что тут у нас? Экстракты риса снимают усталость, глубоко увлажняются и защищают кожу. Стоп. Масло шея фитнесативно смягчает, устанавливает ее, предотвращает возникновение сухости и трещин. Бла-бла-бла. Применять ежедневно лучше перед сном, в скобочках, я только сейчас увидела. Не поверите, как мне хочется зевнуть после вскрытия 6 месяцев. Ну, у меня еще 6 месяцев так, ну, допустим, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Ну, в октябре он как раз и закончится. Не прошло, почти еще 6 месяцев не прошло. Тут совсем чуть-чуть осталось, я думала, у меня закончится, раз уж я сегодня стала их писать, потому что вчера у меня не сложилось баночками. И я его совсем в пустых баночках обозрю. Но тут на пару раз, наверное, еще осталось. Короче, очень классный крем для ног, беленький. О, можно глянуть, видно ли там на этой руке. Слушайте, так прикольно. Не, наверное, это может непрофессионально, кто-то будет возмущаться, что я тут в телефон пырюся. И когда я на вебку-то обозреваю, я всегда смотрю не на вебку, а на продукт куда-то вниз. А тут я пырю в камеру, но на телефон. Короче, вот такой крем для ног. Такой обычной кремовой консистенции, беленький. Приятный по запаху. Он нет, он хорошо впитывается. Я, правда, ногами и пятками не беру ничего. Я не умею пятками ничего брать. Но я умею пальцами ног брать какую-нибудь ручку, упавшую на пол, если я не в носочках при этом. Или платочек доставать. Да, практически обезьяна. Обезьянья мама. Обезьянья мама. Ну и, в общем, не помню, кто дарил. Или покупала, или кто-то дарил обезьянку. Очень хороший крем для ног. Если у вас душить жаба, а крема хочется, советую. Если у вас тупо нет денег по какой-то причине, но случилось так, что грохнули все деньги на видеокамеру, кушать есть чего, а денег нету. И вы, короче, можете купить себе такой крем. Если вы не попоболитесь от того, что ой, оно такое не гламурное, и вам пофиг на бренд, главное, если эта вещь хорошая по качеству и вообще по всем этим свойствам, то тоже вам советую. Ну, а если, конечно, вы типа не брендовая, то валите нахрен. Вообще, что вы забыли на этом канале? Короче, очень главный крем, я советую. У меня как бы, ну, когда закончится, я, наверное, его снова повторю. Ну, а вообще, я тут одной вещью, которая будет в следующих пустых баночках, еще, наверное, надо глянуть, сзади меня-то там ее видно. Да, да, вот эта вот, вот эта вещь тоже будет в следующих, наверное, или даже в ноябрьских пустых баночках, когда будет вот эта вот вещь, то я скажу вам про нее свое мнение, но вообще скажу, что я ей иногда пользовалась как кремом для ног, потому что крем у меня был в деревне, а что-то у меня тут вообще никакого крема, кроме самопального, не было. И я иногда вот им... Хорошего вообще. Ну, учитывая, что у меня всяких молочков для тела дофига и больше, благодаря моим дорогим подписчикам, зрителям, что мне надарили, плюс еще что-то я еще сама покупала, то, в общем, как бы... Я думаю, что молочков для тела можно вполне использовать, как и крем для ног. Оно уж для тела, а ноги тоже тело, часть тела, да? В общем, у меня закончился, ну да, тут совсем чуть-чуть осталось, точнее, это даже вообще уже омытая вода. Я покупала еще, в предпоследний раз, когда была в Ярике, в Ифрэше покупала гель для душа и ванны, магнолия и белый чай. Насладитесь восслабляющим элегантным ароматом магнолия и белого чая. Сделано в рашке под присмотром Франции. 200 мл после вскрытия 12 месяцев. Срок обгодности он был бы до января 2021 года. До 2021 года, короче говоря. Ну, что хочу сказать. В принципе, сделанные в рашке гелики для душа, ну, от безысходности на безрыбье и рак рыба. Такие вполне себе нормальные. Я бы повторять его не стала. Я бы лучше повторила, если бы он был французским, какого изготовления. У них гелевые кремы, кремовые гели. Как хоть сказала? Кремовые гели, гелевый крем. Короче, вот такие вот. Он был кремовым гелем. Гелевым кремом. И вот другие у них гелевые кремы. Фу, блин. Кремовые гели. Они как бы нормально пенятся. То есть, вот этот был местами будто какой-то густовато-суховатый. Я не знаю, как передать, но если бы вы вот этот пользовали, то он вроде как и нормальный, но не очень мылится. В общем, он у меня довольно быстро ушел. По запаху, конечно, он был классный. Вот другой вариант, тоже типа из новинок этого года. Не помню, кто там был. Тоже был уже в пустых баночках. Он как бы кремовый был, и он нормальный, такой хорошо пенился, все такое. А тут он кожу не сушил, но он как-то, вот выливаешь на губку и как-то моешься, моешься, вдруг мало. Надо еще добавить. И или надо сразу много выливать, дофига, тогда ништяк. Или надо каждый раз подливать. Подливать. Если вы любите злоупотреблять алкоголем, то вы должны слово подливать, наверное, воспринять по-другому. Приятный нежный аромат до сих пор остался. На коже я не помню, оставался ли он особо дофига, но, ну, конечно, вот эти вот, как пена для ванн, они фиговенькие, пену не особо дают. Как гель для душа, в принципе, он неплохой. Честно, я ему поставлю троечку. Я бы его не стала повторять, как уже говорила, я бы лучше купила себе такой же, но сделанный во Франции. Чисто для сравнения. Но, как сам по себе, гели вот такие, фрошешки, они хорошие. У меня закончился, ух ты, тут еще что-то поднатекло. Я его тогда вечером даюзаю. От Лельки из Тюмени. Она мне такую же присылала. Причем, я усиленно хотела посмотреть те пустые баночки, где я его обозревала, чтобы знать, как он мне тогда оказался. Потому что, насколько поняла, он мне очень понравился по аромату, и она мне подкинула его в повторяшки. Это у нас Фаберлик, номер, где хоть он тут, 8120. Фаберлик, Феррик Сенсуэль, парфюмированный гель для душа, для женщин. Нежный, чувственный, как предвкушение праздника. Вот когда он весь закончился, белые буковки на прозрачном белопрозрачном тюбике, ни хрена не читаются. После вскрытия 6 месяцев, 150 миллилитров. Фаберлик. ОАО. Год 3,16,96, 2012. Нафига я это прочитала? ХЗ. Короче, вот сейчас он, он, в принципе, он неплохо пенится. Единственное, я не помню, вот чисто сейчас свои впечатления об этом говорю, потому что, что я тогда говорила, я в упор не помню. Если оно вдруг будет разниться, уж, ну, видимо, это может быть от погодных условий зависит. Потому что сейчас он мне показался, вот, то есть, из тюбика он как-то нежно-вкусно пахнет. А так, раскрывался он должен на мне, вот как-то так, восточной, восточной такой перчинкой. Короче, он, я подозреваю, на холодное время года, на более теплое время года, он именно восточной перчинкой раскрывается. Как бы мне аромат нравится, но он бы был лучше под холодное время года. Я помню, что из него пена для мала очень хорошая идет. Ну, в общем, я его как-то уделала благополучно. Сначала думаю, ой, да, оставлю на тепло, а потом не заметила, как он у меня закончился. Хороший, короче, весь. Причем, мне Лёлька подарила еще и духи, там парочка такая была, духи, и вот этот гелик, и я юзала в основе духи, ну, в смысле гелик, а потом духи. И вполне себе, они так друг друга дополняют и сочетаются. Хорошие. Спасибо, Лёльке. Скажем так, пять с плюсом, но аромат, видимо, раскрывается каждый раз по-разному. И, ну, духи-то я потом и так еще юзала, а потом я перешла на другие духи, которые у меня еще не закончились. И Мария, вон там они стоят. Я не знаю, их видно, не видно? Нет, наверное, их не видно, потому что видно только вот эту аромолампу, а то, что вон там не видно, вставать не буду. Потом, когда я не закончу, я покажу в пустых баночках. Те духи мне Алена присылала за какую-то, ну, в общем, какая-то поменялка у нас не случилась, у меня закончилась. На два раза хватило. В принципе, на два раза она и рассчитана. Очередной подарок от Лёльки и Стюменик. Вот. Ой, стоять, не падать. Доктор Соль Морей. Мне кажется, я где-то видела подобную картинку, ну, как вот эту упаковку, но, может быть, я видела тогда, когда вот, ой, надо бы купить соль, забудешь, или приплешься в магазин специально за солью, и забудешь, зачем приперся, потому что вот последний раз я в Атаке, допустим, была, и, чтобы купить коту пожрать, и себе макароны наразвез, мне так нравятся их макароны наразвез, дешевые, мало того, что дешевые, они еще такие вкусные вообще. И, короче, как-то я макароны забыла, как-то поехала в Атак, не помню зачем, думаю, куплю себе соль лаван. Забыла? В общем, соль лаван лаванда, натуральная морская соль с эфирным маслом лавандой, оказывает расслабляющее действие, снимает нервное напряжение, благотворно влияет на улучшение качества сна, ускоряет регенерацию кожных прокровов, повышает средство усущего, и чего-то там еще. Чего-то там еще, у меня просто уже оборвано. Хорошая соль, такая, в общем, я ее, одно время я юзала, точнее, часто, большую часть жизни, или вообще большую часть, вот как эти обзоры делаю, пустые баночки, юзаю соль, добавляю туда всякой пены, ароматной какой-нибудь хрени, и все вместе. Это я юзала чисто как соль-даман, в общем, цвет такой, ну, лавандовый, скажем так, по цвету лаванды, оно получается, соль, конечно, помимо соли, там, в общем, лаванда, соль и пищевые красители. И, в общем, за счет пищевых красителей, она, как бы, вода окрашивается такой, фиолетово-сиреневый какой-то цвет. Соль полностью растворяется, никаких камушков там, в вашу нижнее полушарие мозга, или в пятки не вопьется. И, в принципе, приятный аромат, хорошая соль. Хорошая соль! Спасибо, Лёлька! Пять с плюсом. Если увижу такой пакетик, сама где, тоже куплю. Ну, и вам советую, если вы любите соли для вас. Что-то у меня тут закончилось. А, я что-то в этот раз решила пару пакетиков обозреть. У меня закончилась нойная малинка от кофейной контакты. Честно, я не помню, кто из подписчиков мне ее дарил. Спасибо дарящему. Вкусный чай был. Что у нас тут будет? Купаж на основе китайского зеленого чая с добавлением сладкой папайи, сочного яблока, ягод малины. Отлично утолит жажду новых вкусовых впечатлений. Можно пить как в горячем, так и в холодном виде. В холодном виде он у меня не пошел, он у меня пошел хорошо в горячем. Я его брала в деревню, думая, что я еще приеду, но как-то вот лето закончилось, сентябрь начался. Ну, в общем, не сложилось у меня как-то. Я забыла, что лето-то уже закончилось, и в России-то как бы еще зима бывает со снегом. А печка-то у нас не в том состоянии, чтобы ее как бы топить два раза в сутки, да хотя бы раз в сутки. Ну и, в общем, он у меня приехал сюда, здесь я его допивала. Спасибо тебе, добрый человек. Точно помню, что какая-то девчонка. Вы не стесняйтесь написать мне в комментах, Лёля, это я тебе дарила. Я вам скажу, гамена сайс, спасибо большое. В общем, ну, или в личку там написать в Вонтакте где-нибудь. Спасибо. Так, не падай. Что-то у меня еще тут. Вот это я не помню, то ли я сама покупала, когда однажды такая была, была в Ярике, гуляли мы там по свободе, там есть, короче, такой магазин в Ярике, Чайковский. Я там, короче, помню, что-то я там купила, по-моему, может быть, даже этот матэ. То ли мне его все-таки кто-то задарил. Если все-таки кто-то задарил, то извиняйте, я одно, наверное, забыла, я склерозная, невозможно все вспомнить. Чайные напитки, конунг и фруктово-травяные смеси. Это матэ классический. Бла-бла-бла. Матэ классический, я его тут в Калибаске задалбливала что-то. Сначала в большой Калибаске задалбливала, которую мне Юлька за одну... Ну, короче, которую мне Юлька как бы задарила за то, что оплата была такая в виде подарка. Не деньгами и не натурой, а вещами, да? И, в общем, этот... А потом поняла, что как бы в Калибаску-то я зафигачу дофига. Одну Калибаску выпью, она большая, и все, он стоит, все. И я поняла, что на маленькую свою первую Калибаску, которую покупала вместе вот с этой фигней в 2008 году. И, в общем, чуть-чуть вот там, ну, одну треть, одну вторую. Ну, кому интересно, у меня там в плейлисте по моей чайной коллекции есть отдельный видос про Матэ, который у меня когда-то, помню, еще просили специально, чтобы я записала. Вне очереди я его записала. Я помню, я хотела сделать эту конкретную такую большую тему этого плейлиста с моей коллекцией чая, но в какой-то момент я что-то выпивала этот чай. Не в том плане, как вы подумали, своим извращенным мозгом. В общем, какой-то чай мне стабильно выпился, какой-то еще нет. Ну, и до какого-то руки не дошли, а потом случился переезд. Я тут разбиралась с чаем, точнее, искала что-то, вот его, по-моему, и поняла, что надо какой-то чай все-таки обозрить. Сначала думаю, устроить опрос, типа, хотят-не хотят, потом думаю, есть какие-то люди, которым тупо нравятся мои обзоры чая, даже если это не коллекционный какой-то чай. Я потом подумала, да какая нафиг разница, если даже это просмотрят человек, а уж кому-то это все-таки пригодится и будет интересно. В общем, мате закончился. Хороший был. Спасибо. Либо мне, что я его купила, либо кому, если кто-то его действительно, если действительно его кто-то подарил. У меня закончилось алоэ. Там вообще совсем чуть-чуть. Я даже отсобачила вот эту крышку. Я сначала попробовала, думаю, может, ее можно отсобачить. Попробовала, она действительно отсобачилась, открутилась. В общем, вот. У меня закончилось алоэ от Холики-Холики. 99% гель алоэ. Задарил мне его мой, не знаю, уже бывший подписчик Влад. Не сошлись мы с ним во мнениях относительно меня. Хороший, ну, что могу сказать, отличный гель алоэ. Я его юзала как крем для лица, как крем для ног и для тушки, как против, после того, как меня укусил какой-нибудь комар-слепень, а в этом году летом этих слепней было дофига и больше, будто у нас новая ферма возродилась. Короче, отличный. гель алоэ. Я даже думаю умыть потом вот этот флакончик и туда может сама-то я не на самопалю столько алоэ, но что-нибудь свое химическое на заюзаю. В общем, прикольная штука. Спасибо. Если мне снова понадобится тут 250 мл, дохрена, на долго хватает. Я даже еще отливала во флакончик один и набрала с собой в деревню, но у меня весь уже закончился. Этот флакончик тогда я обозревала как раз в баночках, которые я беру с собой в деревню. Хотела сказать, пустые баночки. Они еще были полновинка. Вместе он с тем кремом. В общем, мне кажется, он на зоне есть от Ахолика с гелем алоэ. Если нет, так, ну, в принципе, при желании можно найти, потому что я когда-то давно, очень впервые в жизни попробовала яйца мыльные мне так нравились, Холика-Холика. Купила 4 яйца мыльных всякого разного цвета. Одно яйцо, помню, даже задарила тогдашнему своему типа бойфренду. Долго объясняла, что его не едят, что это мыло. Надеюсь, что он его все-таки не съел, а вымылил. Одно яйцо у меня было в деревне зеленое, как сейчас помню. В общем, хорошая фирма. Корея. Корейский язык, хочешь не хочешь, отличишь. Это раньше я не понимала, как различаются китайские и японские иероглифы, а потом уже узнала. А вот эти вот, они отличаются от Сионик с такими скругляшками. В общем, спасибо, Влад, спасибо, Холики. Так, вот это у меня что-то в этот месяц такого делала из геля для душа. Я его сама покупала, шампунь у меня остался, этот что-то как-то маленький марсельезец. Кто тут у нас? Апельсины, грейтфрут. Гель-пена для душа экстра мягкая, увлажняет, свежает. Я что-то подумала, что гель-пена, что она может быть и пена, и гель. Потом думаю, может быть, это тупо пена какая-нибудь такая, пузырьчатая, открываешь колпачок, а там пузырьки от моей массы тела. Апельсины – это часть культуры Прованса и символы Средиземноморья. В наших рецептах используются апельсины органического происходения в грешеной в сеянии Средиземного моря. Гель мягко очищает вашу кожу, легко и быстро смывается, оставляя на коже цитрусовый аромат, наполненный тонизирующими и солнечными нотками. Ну, я не помню, чтобы он что-то на моей коже оставлял. Пахнет апельсиновыми карамельками. Вот апельсиновые карамельки он на коже немножко и оставлял. Тут у нас 250 мл после вскрытия 12 месяцев живет. Что хочу сказать, он у меня так быстро ушел вообще. На нем написано примерно то же самое, что на Ифраши обычно пишут или на Гринмаме, что типа 100% почти все натуральное, дофига этих натуральных ингредиентов. Но тут, по-моему, вначале тут вода, потом содиум, сульфат, какамид, обетаин, содиум, хлорид, глицерин, цитрусовый экстракт, цитрусовый экстракт. Ну, где-то в середине эти цитрусовые экстракты. Мне кажется, она обычно такая марка вот тут же и Фраше, только что он в сетевых магазинах, но этих обычных в офлайне не продается, кроме своего фирменного магазина. Та же какая-нибудь там, не знаю, шаума, шамту и прочее. Обычно это чистая линия, обычная хренатень. Ароматы природы Прованса. Хороший, но очень надо было много вылить на губку, чтобы оно намылило всю тушку. Ощущение, будто мыло моешься кускалом. Когда вот мылишь губку, а потом еще раз мылишь губку, а потом еще раз мылишь губку. И что, потом я его заюзала пару раз как пену для ван. Слушайте, такую шикарную пену для ван дает. Вообще, мягкая так лежишь. Кайфовая штука. В общем, если ее юзать как пену для ван, то 5 с плюсом. Если как гель для душа, то 3-4 с минусом такая вот. Может быть, конечно, есть кто-то, кому хватает капельки этого геля для душа, чтобы всю тушку омыть как-то понятно было, что я мылюсь, а не так вот через силу. Через силу я могу сама что-нибудь такое освоять, которое будет дофига масляное и хреново мылящееся. Или просто дофига натуральное, при этом без всякой пены. Закончилось у меня. Я даже хотела сначала мой отдельный обзор освоять. Не знаю, тут водичка у меня осталась или все-таки чего-то такое. Я хотела мой отдельный обзор освоять и поставить кучу дизлайков. Но потом вот думаю, нахрен, пусть будут концентрированный гель для душа, манго и кориандр 100 миллилитров. Помню, я его покупала еще с Токеннен, когда общалась с Эрикем в франшерском магазине в каком-то там их два. После вскрытия живет 12 месяцев, сделано во Франции. Ну и что, что сделано во Франции? Конечно, задумка офигительная. Тут у нас крышечка такая. Как там это видно? Нет? Крышечка. Вот видите, там белую дырочку посередине. Она такая, как бы, пумпочка и как бы такая, будто бы вот кажется, что резиночка такая, пластик или что-то такое. Вот только сейчас поняла, что там такая маленькая крестик такой и через нее якобы капелька идет. По легенде, из этого геля, когда вы перевернете на губочку, должна выползти капелька. Капелек должно быть 400 штук и вам хватит это на 4, точнее, да, 40 штук и вам хватит это на 40 применений. 40 капелек. Нихрена. Я открывала и у меня там не капелька шла, а вот струечка такая. И вот пока я держу над губкой эту штуку вот так столько она льется. Вот буду держать дольше, будет дольше литься. Буду держать меньше, будет меньше литься. Хрень полная, откровенно говоря. Нифига, оно не экономичное. Пену, я его пару раз юзала, как пену для ванчиста теста ради, немножко поливала. В принципе, пену такую неплохую дает, ну, средненькую. Мне кажется, что можно не пробовать такую хрень французского изготовления. Может, они с Рашкой уже вместе спят в одной кроватке, потому что как-то, ну, не в том каком-то плане, а именно вот реально по инструкции Франции, потому что как-то вот оно одинаково, мне кажется. Вот. 100 мл. Я читала отзывы на концентрированный шампунь, где девочка когда писала, что на ее длинные волосы уходят два таких флакончика, а когда, допустим, она берет полноценный флакончик, то его уходит на месяц. Короче, задумка неплохая, немножко пластика израсходовали совсем чуть-чуть. Сделали как бы концентрированный. Знаете, когда я его покупала, я думала, что-то он какой-то такой странненький, может, нажарил, такой расплылся, растаял. Мне казался он очень жидким. Я думала, что если он будет концентрированный, то он должен быть как бы густым. допустим, органик тай, мне Влад опять вот задарил шампунь тогда, ну, когда мы еще общались, когда он меня еще веровал. Вот это, по типу такого, да. органик тай шампунь, второй вот у меня, вот потом в пустых баночках тоже повторяешься. Он действительно концентрированный и густой, его дофига вот много, надо совсем чуть-чуть разбавить водой, он будет нормальный, да. А тут вот, уже я не знаю, как его там разбавлять, он уже жиденькая такая водичка. Короче, двоечку я ему поставлю, я бы не стала повторять такое счастье, если, конечно, они там формулу не изменят. Или повторять чисто из-за запаха, потому что вот у меня был такой нормальный полноформатный флакон или 200 мл, я уж не помню, манго и кориандр, очень запах вкусный такой, хотя вот сам манго я не люблю. Кстати, по поводу манго, у меня там мыло есть, ну, у меня бумажечки, слюды я что-то не догадалась ее оставить, которая мне Лерка задарила. В последней ее посылке, если вдруг кому интересно, тайское мыло такое с веревочкой. Вот оно вот суперское, классное. Это вот по поводу вот этого, допустим, два раза на губку налить, чтобы домылить свою тушку. А там, первый раз-то я мылилась, я поняла, что надо два раза намыливаться. А потом я тупо стала со всех сторон губку намыливать до никокоса, и мне этого никокоса чуть-чуть еще добавить. Водички я хватала пеной на всю тушку. В общем, тут у меня уже третий гель получается. Не, не, не третий, четвертый гель. Это что у меня такое? А, слушайте, его мне вообще хватило месяца на четыре, наверное. В общем, оно у меня закончилось где-то вот в середине сентября, с мая, или когда вот мне Лерка посылала эту посылку. Наверное, с мая где-то. Ну, грубо говоря, на четыре месяца мне точно его хватило. Если вдруг я что-то перепутала и хватило на больше в каментах, поправьте уши, это гомонносай. Чистая линия фитотерапии, рис и пять масел, мягкое мыло, мягкое крем-мыло, комплексный уход, питает, увлажняет и увлажняет, не сушит кожу. Вот все это так и есть. После вскрытия 12 месяцев 250 миллилитров, очень экономично, я не знаю, что такое, может быть, как-то это связано с энергетикой этой квартиры. В той квартире у меня такое мыло бы утратилось за месяц. Оно у меня стояло на кухне, ну, как бы, помыл посуду, помыл руки или что-то такое дело, надо помыть руки. И вот, мне его дофига надолго хватило, тут уже просто я его омывала, поэтому водичка. И оно пахнет, вот мой любимый такой аромат, один из любимых ароматов, вот этот и фрашевский Ирис Нуар, который еще отражается у них в Сен-Суэле Буа, чего-то там, эликсир, вот этот коричневый флакон, который не светло-коричневый и не фиолетовый, по-моему, это последняя у них вариация эликсира, который был сначала фиолетовый, а потом вот такой коричневатый флакон, который мне дарила, кстати, по-моему, Лена Минск стире Москва, по-моему, в той посылке, где я так вскрикнула, когда увидела это вот так вот. Короче, мат очень такой классный, мне нравится, и вот сам, как жидкое мыло, тоже очень классное, ну и дозатор, в принципе, тоже неплохой, короче, вообще во всем восторге, 5-5-5-5-5, спасибо, Лёльке, из Тюмени, и чисто Лени за такое классное мыло. Так, что тут у нас еще? Еще, у меня закончилось, вообще, я ему помогла, что-то он мне совершенно не пошел, по-моему, мне его все-таки, я хотела уточнить в своих этих обзорах посылок, хотела уточнить у девчонок, фруктовый гаммаж для лица спелый абрикос, 50 миллилитров, после вскрытия 6 месяцев, сделанного во Франции, мне показалось очень грубые, большие вот эти вот кусочки, которые тебя скрабируют, и оно как-то так вот, ну, чуть-чуть выдавишь, задолбаешься себя смывать, много выдавишь, эффект тот же самый, я ему скрабировала в итоге пятки, потому что он меня уже подзадолбал, по-моему, мне его все-таки Ирка дарила, которая первая верующая меня в прошлом году ко мне приезжала, в принципе, оно пахнет вот этим абрикосом, я так поняла, что оттуда еще что-то можно выдавить, ну, не самый хороший вариант скраба, гаммажа для лица от Ифраши, вот мне у них очень нравится с ромашкой такой флакончик, там бамбуков какой-то, гаммаж, я помню, когда-то себе покупала, 75 что ли, миллилитров, или 150, что-то такое, 75, наверное, экономичный, хороший, нежненький, вот эти скрабирующие частички, действительно заметный эффект на коже, а тут хоть они и крупненькие, но я как-то не заметила ничего, даже на пятках, хотя на пятках, вроде, ну, лучше действует, чем на лице, в общем, ну, троечка, на любителя, скажем так, может, я что-то не понимаю, но, как-то вот оно, оно, с одной стороны, очень жирный такой крем, с другой стороны, там очень крупные такие частички, напоминает магравовские, лет 10 назад я у них покупала с пластиковыми шариками, микропластиковые шарики, такой же скраб был, похожий скраб был для ног, и, в общем, как-то вот, хотя тут оно, как бы, натуральные эти гранулки, или из чего оно там, но, что-то не впечатлило, вот у меня палочка, видимо, от этого пакетика, еще у меня тут, не поверите, сейчас скажу, насколько его хватило, на 10 месяцев мне его хватило, это от Алены из Украины, которая, первую посылку она мне японец такую присылала, потом так, видосы называются, японец-то я посылка от Алены из Украины, у нее есть канал просто, с которого она, так поняла, смотрит всякие обзоры, а еще есть канал, который она как бы ведет, и там всякие путешествия, у меня на канале, в общем, в фалике, в таком, не фалике, пардон, в квадратике справа по борту интересные люди и ссылка на нее, там у меня из интересных людей только она, в общем, это у нас японистая, японская фирма Биаре, или Биорахезе, Сукурабу, Пау, Пауда, да, Сукурабу, Сукурабу-Т, Я-Са-Си-Ку-О-Фу, в общем, Кау, наверное, с Каолином, или что-то такое, 130 грамм, дофига экономичная, я и, когда у меня еще была подобная пенка от другой фирмы, Розетта, по-моему, Розетта, Влад тогда задарил, который вот это задарил, который в меня больше, по-моему, не верует, короче, на стримах не появляется, Зок банил меня, в Воконтактике, ну да, благословит его, Удон, в общем, делала в Японии, дарил тогда пенку, у меня еще какие-то просто пенки были, я ее использовала сначала как, ну, она типа как в скрабу, или утром ей пользовалась, или вечером, одно время пользовала два раза в сутки, потом иногда использовала чисто как смытие макияжа, из макияжа у меня только вот эти вот губки, ну, дикие блески, которые хрен чем сотрешь, хорошо смывают, отлично вообще, какие-нибудь помады, просто гигиенички, которые оказываются очень жирными, и намазался, а потом пришел домой, и надо, и хочется прям ее смыть, вот очень хорошо удаляет, дофига эгономичная, там вот буквально, там вот треть ногтя моего вот этого вот красного, надо совсем чуть-чуть, иногда у меня выдавливалось, совершенно по чистой случайности, очень много дофига, маленькая-то дофига смывается, и хорошо, а очень много дофига задолбаешь и смывать, в общем-то охреная экономичная пенка, спасибо вам японцы, спасибо Алене за возможность это поюзать и попробовать, если вы где увидите, вам советую, если вдруг мне понадобится, то тоже закажу, потому что сейчас у меня в принципе пока есть крабики и пенки, но охренительная штука, она вам даже надоест, ну как, я вот это откручивала, когда у меня уже не получалось выдавить, и вот там еще чуть-чуть осталось, тут мельчайшие такие скрабирующие штучки, вот оно такое вообще, не знаю как, кремово, не кремово, ну в общем офигительная консистенция, и вот, вот допустим, вот с этим ни в сравнении не идет, шикарная вещь, там можно сказать десятибальная оценка, спасибо Алене, так, что-то у меня тут еще осталось, а это палочка от другого пакетика чайного, слушайте, не поверите, у меня пустой пакет, больше у меня ни черта нету, из пустых баночек, все, что было, обозрело, в общем, всем спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok